Мы в прошлом году отметили 70 лет конвенции по предотвращению геноцида. И несмотря на то, что по инициативе юриста Рафаэля Лемкина эта конвенция была принята как Конвенция Организации Объединенных Наций, ни один геноцид на самом деле она не предотвратила. Погибли миллионы людей в Дарфуре, Южном Судане, в Руанде, больше миллиона человек в 1994 году. Кошмарные события были на территории бывшей Югославии, в том числе Феребридицы. Ужасные события происходили во время распада Советского Союза между армянами и Азербайджанами и в Ошской области. Чудовищные события происходили в Камбодже, в Кампучи во время правления Полутота. В Китае во время культурной революции. В ГУЛАГе наибольшее число людей находилось в тюрьмах, в лагерях, в местах лишения свободы в годы позднего сталинизма, после 1945 года, именно когда страна, казалось бы, выиграла самую страшную войну в истории человечества. И вопрос, один из вопросов, который мы сегодня постараемся с вами понять, это, что нам делать с этой памятью, почему это происходит, и когда это происходит, что мы можем делать с этим. Потому что, понимаете, кажется, что есть какие-то, знаете, международные правовые механизмы, которые могут защитить. Вот мы примем правильную конвенцию, мы примем правильную резолюцию, и этого не будет. Значит, мы говорим о Холокосте, когда за первую половину 40-х годов погибли 6 миллионов евреев ни за что, ни про что. И, казалось бы, какой-то опыт, что-то человечество должно было из этого извлечь. И вопрос, что оно извлекло, если после Холокоста так много происходило геноцидов и этнических чисток, причем на самых разных континентах. Мы говорим о событиях в Азии, мы говорим о событиях в Африке, мы говорим о событиях в Советском Союзе и в Китае. Мы говорим, в конце концов, о безумном количестве диктатур от эпохи черных полковников в Греции до диктатур, которые были почти во всех странах Латинской Америки. И в каждой из них было большое количество людей, которых пропали, которые были убиты, говоря сегодняшним правовым языком, ни за что, без состава преступления. И один из вопросов, может быть, самый важный для нас, который можно постараться задуматься, если это происходило так много раз. Друзья, мы все довольно молодые люди. И понятно, что это ведь, к огромному сожалению, ведь и дальше будет происходить. Ведь подумайте, представьте такую лекцию, как я сейчас пытаюсь прочитать здесь 20-30 лет назад. 30 лет назад, когда не было еще бывшей Югославии, когда не было геноцида в Руанде, когда еще не было событий в Дарфуре, когда не было еще кровавой резни в Ожесской области, когда не было еще резни в Сумгаите. И вот, казалось бы, мы извлекаем и извлекаем опыта весь тот ужас, о котором я вам назвал только что, произошел ведь в последние 30 лет. Друзья, с чего мы должны думать, что человек, который будет стоять на моем месте в этой аудитории еще через 30 лет, не назовет этот следующий список, не сделает его куда более внушительным. И получается, друзья, что с одной этой стороны мы живем с вами в эпоху, ну, очень, скажем так, либерально-демократическую, скажем так, в мире никогда не было больше либерально-демократических стран, чем есть сейчас. А с другой стороны, несмотря на это, мы живем с вами в эпоху, когда геноциды не кончаются. Не кончаются геноциды, не кончаются этнические чистки, и то в одном, то в другой части планеты мы это видим. Сейчас, буквально в последние годы, мы это видели в Бирме с народом Рахимья. И женщина, которая получила в свое время Нобелевскую премию мира, воспринимается сегодня как одна из виновниц этих этнических чисток, или тех, что называют сегодня церковным этноцид на территории Бирмы. Друзья, это последний раз? Очень, очень вряд ли. Что сейчас происходит с мусульманами в Китае? Мы ведь очень мало знаем о том, каким преследованием они подвергаются, потому что они находятся в автономном районе, огромной площади, в которой закрыт въезд каким бы то ни было иностранцам, и каким бы то ни было иностранным корреспондентам. И одна из задач, которая, понимаете, как следствие перед каждым из нас стоит, мы ведь тут не только ученые, мы ведь еще и люди, мы ведь еще и граждане, и большинство из нас либо настоящие, либо будущие родители. Я, как отец, одну из задач, которую я пытаюсь спросить себя. Да, вот, понимаете, я всегда стараюсь, чтобы моя ипостась ученого, доктора социологических наук обогащала мою ипостась отца, и наоборот. Как мне воспитывать своего ребенка, когда я понимаю, что он будет жить в мире, в котором холокост и подобные акты геноцида, этнических чисток, это не только события прошлого. Это ведь, скорее всего, то, что ни раз, ни два, и ни три случится и на его веку. Какой моральный императив, если так можно выразиться, я должен постараться ему, как отец, передать, что рассказать, какие ценности привить. Понятно, что хорошо, когда так или иначе ваши дети знают таблицу умножения, но никого еще таблица умножения не спасла от геноцида. Никого еще, ни одного человека, который от геноцида пытался спастись, не спасло знание таблицы умножения. Или таблицы Менделеева, или каких бы то ни было из трех законов Ньютона. Нам нужно что-то другое. Нам нужно не знание, нам нужен какой-то моральный императив. Перед этим мы входим в довольно сложную, прямо скажем таки, сферу, потому что нам говорят, что моральные императивы у каждого свои, и мы ни в коем случае не можем заниматься морализаторским индоктринацией, потому что тогда мы возвращаемся, не знаю, там в тоталитарные времена, когда всем навязывали ту или иную идеологию. И это правильная критика. Мы не можем возвращаться в тоталитарные времена и навязывать идеологию. Спрашивайте, значит для этого, что мы никакие моральные ценности императивы не можем стараться прививать. Среди вас я тут не единственный, кто преподаватель вуза. Нам часто говорят, что преподавателя в школе, они кроме того, что учителя-предметники, они еще и формируют личность ученика. Но в вузы уже приходят взрослые, зрелые люди. И не наша, преподавателей вуза, задача формировать личности наших студентов. Мы им не заменяем родителей, мы им не воспитатели, мы им преподаватели-предметники. Я должен преподавать социологию, кто-то здесь должен преподавать английский язык, кто-то должен преподавать право, а кто-то химию. Но спрашивайте, ведь потом наши студенты живут, вы все, вы живете в обычной естественной жизни. В какая это жизнь, в которой вам предстоит жить? Ведь может оказаться, что кто-то из вас окажется в Сирии, кто-то из вас окажется чисто случайно, может быть, даже в тех странах, где будут происходить страшные события, в которых вы будете, в общем, не причастны, они будут происходить при вас. Что делать в этой ситуации? И, наверное, ключевую мысль, которую я хотел бы сказать, состоит, друзья, в том, что подавляющее большинство людей, которые присутствовало при геноцидах, в этих геноцидах непосредственно не участвовало. Я понимаю, что подавляющее большинство немцев в первой половине 40-х годов не убили ни одного еврея. У меня сомнений в этом нет. Но я понимаю, что подавляющее большинство немцев не сделало ничего, чтобы хоть кого-то из этих 6 миллионов ни в чем не повинных людей спасти. В Советском Союзе в 43-44 годах были масштабные депортации мусульман. Да? Кто мне может сказать кого? Чеченского народа еще, кабардинского и балкарского народов еще, крымских татар еще, ингуший, совершенно верно, еще, да, карачаевцев. И вот я хочу в этой связи, друзья, сказать, что именно вопрос, ведь этот вопрос здесь, сколько людей, представителей других народов, пришло на помощь депортированным, которых депортировали за просто факт принадлежности к тому или другому народу, сколько народу постаралось им помочь. Ведь подумайте, если мы говорим, вот часто приходится, знаете, я когда об этом говорю, читаю, приходят, говорят, да, вот их депортирован, потому что среди них было слишком много коллаборантов, которые, когда Гитлер пришли, они там плясали, они там радовались, они там все пошли с Гитлером, шикарно. Никогда все не бывают пошли. Когда приходит власть, да, мы с этой властью как-то сосуществуем. Я хочу спросить, в российской освободительной армии ею руководил кто? Чеченец, ингуш, нет ведь? Ей руководил Власова, как звали? Да, вот совершенно верно, как вы верно сказали, да. Генерал Власов вполне русский человек. Что теперь, мы депортировать всех русских должны в Сибирь? Почему, когда мы говорим о случаях коллаборационизма среди чеченцев, среди ингушей, мы депортируем весь народ? Почему никому не пришло в голову депортировать весь русский народ? Почему же такая принципиальная разница? Ответ очень простой, потому что эти были меньшинством, и их можно было депортировать. И все эти 13 депортированных стальных народов, мы говорим в сумме о примерно 2 миллионах человек. Одних русских было в десятки раз, понятно, больше, их депортировать было невозможно. Так мы фактически, мы здесь говорим об очень избирательном правосудии. Безумно избирательном. И жертвами этого избирательного правосудия оказывается меньшинство. Теперь совершенно очевидно, как большинство русских не было коллаборантами с нацистом, так и большинство чеченцев, ингушей, крымских татар, и всех остальных тоже не были коллаборантами с нацистами. Разумеется, среди них были такие люди, несомненно. Так они были среди всех народов. А среди украинцев их не было? Послушайте, а Украина это по большому счету братская могила еврейского народа со времен Богдана Хмельницкого. Не было ни одного крупного украинского деятеля, который бы не отличился масштабными антиеврейскими погромами. В 40-е годы они отличились еще антипольскими кошмарными погромами, волынской резней, и что кто-то депортировал украинский народ? Тоже ведь нет. Просто потому, что количественно это было сделать невозможно. Да я спрашиваю себя, сколько русских, украинцев, представителей других национальностей пришло на помощь вот этим людям, карачаевцам, черкесцам, черкесов там не было, карачаевцам, ингушам, чеченцам, кабардинцам, туркам-месетинцам, крымским татарам, когда советская власть их загоняла в теплушки в эшелоны и посылала в Сибирь и в Казахстан из их районов. Ведь практически никто. Случаи помощи одних людей другим, хотя они еще недавно были гражданами Единого Советского Союза и оставались в прочем, эти случаи минимальны. Я говорю про Холокост. Вот мы говорим про 6 миллионов убитых евреев. Эти 6 миллионов евреев жили вообще где? На Луне? Где они жили? В Германии, а еще где? В Польше, а еще где? Что? В Австрии, в Чехии, а еще? На Западной Украине, да и на Восточной тоже. В Белоруссии? В Латвии? В Литве? Да, они жили среди своих соседей десятилетиями и столетиями. И вот приходит режим, который часть населения объявляет подлежащему уничтожению. Вот представьте, что сейчас приходит режим, который говорит, что каждый здесь, кто сидит в чем-то красно-бордовом, его необходимо вначале депортировать, а потом отправить в лагерь смерти. Режим говорит, вот у нас есть госпожа, и вот госпожа, вот вы видите, вы видите, вы в красном бордовом чем-то, вы подлежите вначале, вам нужно срочно собраться на пункте на вокзале, а кто не явится, того расстрел. Дальше они оказываются в пересыльных лагерях, в том числе и в такой великой цивилизованной стране, как Франция. Вначале всех ведь никого из дома не посылали в Освенцим. Из дома их посылали в лагерь, вначале на стадион в Париже, потом в лагерь пересыльный Дранси, а из Дранси только в Освенцим. Вначале нужно собраться в Дранси, а потом оттуда вас депортируют. И вас ведь, знаете, не пешком туда депортируют, вас депортируют на поездах, которые кто-то ведет. И ведут их обычно французские, отнюдь не немецкие машинисты. И в лагерях смерти, а все лагеря уничтожения, которые нацисты построили, их было шесть. Где они были построены? В какой стране? Все доедины были построены, совершенно верно, в Польше. Охранниками там преимущественно работали украинцы, между прочим, отнюдь не немцы. И вот ты смотришь на нормальных, казалось бы, людей, которые видят, как происходит массовая депортация, геноцид. Сколько из них пришло и сказало, я в этом не участвую. Сколько из них постаралось спасти других. Теперь вопрос этот весьма непраздный. Он весьма не общий какой-то теоретический. Государство Израиль попыталось на него ответить. И в 1953 году приняло закон о мемориальном центре Яд-Вашем, которым было установлено такое интересное звание, как праведник народов мира. Кто есть праведник народов мира? Его решили давать это звание тому, кто в годы войны, рискуя жизнью собой, с безопасностью, благополучием, спасал евреев. Хотя бы одного. Хватало получить это звание и эту награду, эту медаль. Друзья, ее вручают с 1959 года, то есть легко посчитать, что ее вручают уже 60 лет. За эти 60 лет нет и 30 тысяч человек, которые этой медали удостоены. Теперь понятно, что можно сказать, что многие случаи спасения не дошли до израильской комиссии историков, они неизвестны. Что многие люди к тому времени просто уже умерли, не могли рассказать, кто их спас. Послушайте, упитерите это число. Представьте, что их было не 30 человек, а 150 тысяч. Но 6 миллионов-то погибло. И соотношение тех, кого спасли, с теми, кому погибло, даже если я упитерю это количество, оказывается 40 к одному. А если я оставлю, как есть, то оказывается 200 к одному. И вот это, понимаете, то, что лично мне не дает, в общем, покоя, наверное, все, всю годы, что я об этом думаю, изучаю. Я закончил университет в 95-м году, аспирантуру в 2001-м. И вот читаешь книжка за книжкой, книжка за книжкой. И самый интересный, наверное, вопрос, как совершенно нормальные, обычные, есть такие же люди, как вы и как я, ничем принципиально отличающиеся от нас, в странах более цивилизованных, как Германия или Австрия, и в регионах менее цивилизованных, как Центральная Украина или Польша. И при всем том мы видим огромное количество коллаборантов с нацистами, и мы видим считанные единицы, которые сказали, что мы должны что-то сделать, мы не можем, мы должны спасти хоть кого-то, кого можем спасти. Потому что, ребята, очень просто. Когда вот мы собрали всех, кто в Бордовом, на депортационный пункт, и эти несчастные женщины стучатся к кому-то в дом, а вы не откройте им дверь, потому что иди, знай, что они, кто они, что они, и что будет, а если их у нас найдут, они расстреляют или депортируют нас самих, а иди, знай, как все повернется, а почему именно мы. И просто не открыть этим людям дверь. Да, завтра уже его будет некому открывать, люди будут депортированы, а еще через неделю окажутся людьми босвенцами, а еще через неделю превратятся в пепел. И вот это тот факт, что огромное число людей, евреев, цыган, гомосексуалов, прошли этот путь исключительно по принципу какой-то вот коллективной принадлежности к той или иной национальной группе, к той или иной гендерно-сексуальной группе, не будучи ни в чем не виноватыми ни перед кем и ни перед чем. И огромное большинство населения, которое было бы к этому взирало на это, в общем, совершенно равнодушно. Теперь, знаете, вот одно из вещей, когда ты смотришь на это, и, наверное, диву даешься, может быть, кто-то из вас читал, есть такая прекрасная книга «Музыка Третьего Рейха». И вот ты читаешь, какая прекрасная, богатая, культурная жизнь была в Германии в 42-м, в 43-м, в 44-м году. Какие великолепные дирижеры дирижировали там прекрасными концертами, как прекрасно работали самые разные оперные театры Германии. Ну да, оттуда выгнали из оркестра всех евреев, ну так заменили кем-то другим. И вот это, друзья, ситуация, при которой одни люди, игравшие в этих оркестрах, продолжали играть Бетховена, Брамса, Брукнера. Да, они не играли еврейскую музыку, они больше не исполняли Феликса Медельсона и Густава Малера. Но музыка Бетховена, Брамса и Брукнера от этого хуже не становилась. Или Рихарда Штрауса. И они продолжали ее исполнять. А другие люди, которые десятилетиями играли с ними в тех же оркестрах, в ту же музыку, оказывались в лагерях уничтожения и там их убивали. Есть потрясающая совершенно история, как был в Освенциме основан женский оркестр во главе с Альмой Розе. И когда нацисты устраивали массовые казни людей и гибель, играл этот оркестр, чтобы заглушать крики людей, которых уничтожали. Из еврейских музыкантов, которых должны были уничтожить тоже. И почти все они в итоге так и погибли. И вот эта ситуация, ведь эти люди, они же не в Освенциме впервые взяли в руки скрипки. Они же работали в тех же самых театрах, в тех же самых музыкальных коллективах, которые продолжали работать в Берлине и в Мюнхене, в Штутгарте и в Дрездене. И все это продолжалось как будто нормально. Ведь повседневная жизнь гитлеровской Германии, ее население, которое не было призвано на фронт, было вполне благополучным. И вопрос, что сделали эти люди и люди в других оккупированных нацистами странами, чтобы ситуация была другой. И как мы воспитываем наших сегодняшних детей, что если кому-то из нас или их, или наших детей, суждено будет оказаться при том или ином геноциде, как поступят они в этой ситуации? Откроют ли они дверь тем, кому будут депортировать, будь то евреи, будь то цыгане, будь то гомосексуалы, будь то крымские татары, будь то чечены, будь то индгуши, или устроят кто тут новую культурную революцию, кому лавры Мао-Дзидуна будет покоя не давать, или этнические чистки, или массовые погромы, как это было в Сумгаите против армян, или в Ожской области 30... Всего 30 лет назад. Мне было 14 лет, я хорошо это помню. И вот это, наверное, друзья, один из самых каких-то важных интеллектуально-нравственных вопросов, которые, мне кажется, мы, и как люди, и как исследователи, и как преподаватели вуза, и как родители должны, в общем, как-то, ну, задавать себе, ну, и своей, наверное, совести, если так можно выразиться. И, наверное, одну из тем, которые я хотел бы затронуть, это именно тема, что можно и в этой ситуации сделать. Теперь, ребята, я хотел бы порекомендовать вам две книги, одну из которых вы можете купить в любом, наверное, книжном магазине. Она вышла сейчас в Москве. Это книга очень храброй литовской исследовательницы Руты Ванагайте. Это книга «Свои. Путешествия с врагом». Это книга о литовском коллаборационизме с нацистами и о том, как в сегодняшней Литве эту память пытаются всячески затушевать. Кто из вас был вообще в республиках Прибалтики, в Литве, в Латвии в последние лет 5-10? Оу, я один. Я был четырежды в Латвии и трижды в Литве. И как раз тут этими воспоминаниями как раз поделюсь. Вторую книжку я буду рад подарить, вот не знаю, куда здесь, чтобы она была. Это книга, над которой я работал как научный редактор. Интересно, что она вышла и на иврите в Израиле. Вот она. А затем написал ее на иврите израильский профессор Яйр Арон, а затем российский исследователь Александр Охтов. Я был научным редактором этой книги. Эта книга вышла на русском языке. Вышла в Иерусалиме и в России. Часть ржа печаталась там, часть там. Я не знаю, если она в казанских магазинах. Я буду рад ее куда-то сюда подарить и передать. Теперь, боже мой, оно все-таки движется как-то очень самостоятельно. Это Александр Джамурзович Охтов, вот соавтор по этой книге, которую я вам хочу сейчас представить. Теперь, друзья, если в целом задуматься, то вот я не зря спросил вас где-то с полчаса назад в каких странах происходило массовое убийство евреев. Вы мне их называли, кто-то сказал по всей Западной, по всей Европе, да? Была тут у кого-то такая мысль, верно? Ну вот вы мне это крикнули, правда? Почему это... Я не могу говорить один, мне тяжело. Почему эта фраза везде по всей Западной Европе не верна? Какое одно единственное исключение заставляет нас сказать, что нет, не по всей? Дания, совершенно верно, умница. Расскажите, пожалуйста, возьмите, дайте вот гражданину микрофон, пусть он поделится датскими мемуарами. Что другого было в Дании? Ну я не так хорошо знаю эту историю. Насколько я понимаю, когда нацисты купировали Данию, то местные жители, прежде всего вдохновленные по легенде примером короля, хотя это вроде как оспаривается, который сам там нацепил на себя желтую звезду, они спрятали евреев, потом позволили им как-то переправиться в Швецию или куда-то в нейтральную страну. Совершенно верно. Ну там разные споры есть. Теперь, тут очень важная вещь. Когда вы хотите кого-то спасти, что вам нужно знать? Когда что? Куда отправить? Но до этого вам нужно знать изначально что? Когда ему грозит опасность. Правильно? Мы сидим сейчас тут, мы не знаем, когда людям в бордовых блузках будет предписано явиться на депортационный пункт. Вы должны знать когда. Должен быть кто-то, кто это знает, а кто это знает, он работает по какую сторону баррикад? О, да? Нацисты планировали эти те или иные операции и об этом знал достаточно узкий круг самих немцев. Правильно? И вот немецкий военный атташе в Дании Георг Фердинанд Дуквиц 28 сентября 43 года получает информацию, что в ночь с 1 на 2 октября планируется депортация всех евреев Дании. Соответственно, речь идет о примерно 7800 человек. И он сообщает эту информацию лидерам датских социал-демократов, которые были и тогда правящей партией в стране. За этот поступок, что он, рискуя, что его обвинят в измене Родине, в предательстве, передает эту информацию датчанам, в 71 году он был одним из тех, кто получил в Израиле как раз это звание праведника народов мира. И датчане начинают операцию по... Они не могут каждый спрятать еврея у себя дома, нацисты в конце концов могут устроить облавы, они этих людей начинают на лодках переправлять в Швецию. И за считанные дни они переправили в Швецию 7200 человек. В итоге, насколько мы знаем, что нацисты схватили во всей Дании всего 472 человека, в большей части, причем им удалось выжить, погибло всего 49 человек. Когда мы говорим о 6 миллионах, и вся Дания представлена там 50 людьми, прям, скажем, достижение исключительное. Теперь я хочу спросить, друзья, если это могло быть в Дании, почему это не могло быть в других местах? Почему этого не было в других местах? Не везде и сосед, существует. Не везде и сосед, существует, это верно. Но где еще пытались это сделать? Где мы знаем вот эту ситуацию, о которой... Как вас зовут, простите? Александр. О, мы с вами тезки. Где еще после нацистской оккупации король пришел в синагогу? Или глава государства, где нет короля? Ведь нигде, кроме как в Дании. Вот этот пример дает нам исключительный, единственный, наверное, случай, когда фактически народ в целом поднялся с целью спасения другого народа, которому гладила опасность. И весь этот свой народ, весь эту этническую группу среди своего народа спас. Скажите, я хочу сделать перерыв в записи. Почему эта презентация движется сама? Что с ней происходит? Да? Теперь возьмем примеры коллективных акций спасения. Среди этих 30 тысяч праведников, о которых я говорил по израильскому законодательству, есть два примера, когда жители всего населенного пункта получили медали праведников народов мира. Это голландская деревня Ньюланды и французский Шамбон-Сюрлион. Кроме Шамбон-Сюрлион и Ньюланды таких примеров на всем европейском континенте не нашлось. В Ньюланды жило 117 семей и 117 человек взрослые жители и в каждом доме были спасены 1, 2, 3 где как еврейских беженцев. Единственный такой случай на всю Голландию. Мы знаем Холокост в Голландии благодаря самой знаменитой книге о Холокосте. Как называется? Дневник Анны Франк. Совершенно верно. Сейчас в Москве в Еврейском музее Центра Толерантности проходит историко-художественная выставка как раз этой книге посвященной. Теперь другой пример это Шамбон-Сюрлион во Франции, когда эта деревня в департаменте Верхняя Луара и тоже протестанты жители этой деревни прятали в своих домах, снабжали фальшивым удостоверением личности продуктовыми карточками десятки и сотни евреев, помогая перейти им потом границу в нейтральную Швейцарию, где людям опасность не грозила. Спрашивается, во Франции в Холокосте погибло несколько десятков тысяч евреев. Большая часть их жила во Франции десятки и сотки лет. Почему спрашивается такой Шамбон-Сюрлион на всю Францию был один? И ведь нет на это у нас ответа. Понимаете, самое интересное, что психологи, социологи, историки пытаются понять, что отличает тех, кто спасал от тех, кто был то, что мы называем байстендером, от тех, кто оставался в стороне. Что отличало датский народ, что отличало жителей голландской деревни Ньюланды, что отличало жителей французского Шамбон-Сюрлион от других европейцев. И ведь мы не можем выделить никакого критерия. Но почему-то там просыпался голос совести и человечности, а в других местах нет. И в Литве и в Латвии, где погибли более 90% местного еврейского населения, праведников почти не было. Скорее наоборот. Теперь ужас состоит в том, друзья, и тут я хочу сказать несколько слов про Литву и Латвию, поскольку это важные очень у меня страны, я там неоднократно бывал. И вот что любопытно происходит. И в Литве и в Латвии был создан в постсоветское время музей, который называется музей оккупации. И там, и там есть интересный нарратив, что 50 лет истории этой страны состояли из оккупации. Какой? Чуть-то уточним. О, золотые слова, Александр. Вначале советской, потом германской, потом опять советской. Соответственно, латвийские и литовские народы были какие? Белые, пушистые, несчастные. Все, что творилось на их земле, творилось чужими руками. Советскими, германскими и советскими. Руководителями всех этих республик, как мы знаем, на все время советской власти всегда были этнические литовцы и латыши. Там не было русского во главе Литвы или Латвии никогда. Это прекрасно обходится страной. Латвийский и литовский коллаборационизм с нацистами. Теперь, друзья, представим, сейчас очень простая ситуация. Вот приходит сюда Ксения. Встаньте, пожалуйста, возле выхода. Вам почетная роль, Ксения. Приходит немецкий комендант и требует от присутствующих выдать всех жидов. Немецкому коменданту неведомо, кто здесь, из какого этнического происхождения национальности. Для того, чтобы кто-то показал пальцем немецкому коменданту, кто здесь еврей, это же сделать местные присутствующие, знающие. Правильно? Если никто не покажет и скажет, что евреев у нас нет, немецкий комендант развернется и идет ни с чем. Правильно? А как ему узнать обратное? Нет, давайте не будем циниками. Александр, этого не происходило. Спасибо большое, Ксения. Это именно для того, когда люди пытаются прятаться, и вот мы вдруг узнаем, где тут был гражданин с израильской майкой, он удрал, он переодевает израильскую майку, может, как можем, и вот мы тут узнаем, что вот замечательно, есть человек, который пытается сказать, что к еврейскому народу отношения не имеет, но вообще она имеет. После чего вы, Александр, прекрасно идете в немецкую комендантуру и говорите, вот у нас тут есть одна скрывается, но я ее выдаю. И литовцы, латыши, украинцы, поляки делали это такое доносительство десятками и сотнями тысяч случаев. Теперь я понимаю, что инициатива создания лагерей смерти принадлежала не полякам, не украинцам, не литовцам и не латышам. Это понятно. И хотя, тут, ребята, надо сказать две вещи, которые трудно воспринять сразу, но их надо воспринять именно сразу. Больше всего евреев в годы Холокоста погибло на территориях Советского Союза, включая границы Пакта Молотова-Риббентропа. Если мы включим Западную Белоруссию, Западную Украину и Молдавию, из 6 миллионов евреев, которые погибли в Холокосте, 2 миллиона 800 тысяч погибли на территории СССР. Это с одной стороны. А с другой стороны, ребята, нигде евреев не спаслось больше, чем на территории Советского Союза. Почему? Потому что огромное количество были эвакуированы внутренние районы страны, которые нацисты не заняли. Внутренних районов таких, которые нацисты не заняли, в других европейских странах не было. И вот эта ситуация, при которой в самой континентальной Европе после Холокоста евреев не насчитывалось и 300 тысяч человек, а убито было 6 миллионов. На каждой одного выжившего было 20 погибших. И я еще раз говорю, ребята, ключевая здесь мысль в том, что тот ужас, разумеется, инициировали немцы, но он, разумеется, стал возможным только исключительно благодаря тому, что все другие народы, среди которых жили эти евреи, эти цыганы, эти гомосексуалы выдавали их, чтобы немцам было проще их найти и отправить на казнь. Иногда их отправляли в лагеря смерти, с евреями в Советском Союзе чаще всего это не происходило. Рылись ямы прямо на месте и расстрелились прямо там. Про Баби Яр вы, наверное, знаете более-менее все слышали, но сколько таких Баби Яров есть и было на территории бывшего Советского Союза. Одним из примеров, друзья, о котором мне хотелось сказать немножко подробнее и о чему посвящена эта книжка, это пример того, что происходило в Карачаево-Черкесии в ауле Беслиней. Мне как-то нужно все-таки с этим двигаться, а вы говорите не сходиться в трибуны. Это в Карачаево-Черкесии, куда давайте пойдем дальше вот это нельзя ли тут немножко убавить свет, чтобы люди как-то видели, потому как иначе оно немножко лишено смысла. Нет, это все равно очень много света. Нет? Это жаль. Да, ну пойдемте чуть дальше тогда. Идемте. Идите дальше. Да, вот смотрите, друзья, я вам буду говорить, вы мне помогите-то, пожалуйста, так проще будет. Вот это, ребята, фотография, это вообще художественная картина, друзья, вот блокадный Ленинград. Вы сказали, что вы интересуетесь. Да, вот дорога, которую тогда называли дорогой смерти, а после войны стали называть дорогой жизни. Это то, как ленинградцы, вы сейчас увидите карту на одном из следующих единственный способ, который они могли спастись из города. Теперь, ребята, я скажу прямо, для меня это очень личная история, не только исследователи. Я вам буду рассказывать о группе детей, которые были спасены из детских домов в Ленинграде в апреле, 7 апреля 42 года. За 4 дня до этого, 3 апреля 42 года, из Ленинграда эвакуировалась женщина, которая была тогда 2 года, в будущем она станет моей мамой, и моя бабушка, которая была тогда 29 лет. Если бы вот в одном из таких, вот так на таком из таких грузовиков, как они эвакуировались, они погибли, и не эвакуировались, я, человек, стоящий сейчас перед вами, никогда бы не родился. Пойдем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. И вот эти люди, секундочку, были спасены в черкесском ауле Беслине. Интересно, как мы узнали об этом, мы узнали об этом от группы черкесов, которые живут в Израиле. Теперь, ребята, вот в этом смысле Израиль немножко похож на Татарстан. Татарстан — это многонациональная республика, где живут представители разных конфессий и разных народов. И то же самое в Израиле. В Израиле, кроме евреев, которые составляют примерно 75% населения страны, есть арабы-христиане и арабы-мусульмане, есть бедуины и есть черкесы, есть друзы и есть представители самых разных народов, которые приехали вместе со своими родственниками. Так вот, друзья, в Израиле есть несколько черкесских деревень, эти люди оказались в Израиле, будучи изгнанными с Кавказа в ходе покорения Кавказа России в основном в 1864 году после окончания Кавказской войны. И они живут в Израиле, служат в израильской армии, считаются очень хорошими воинами и хорошими охранниками. Идем дальше. Израильский профессор Яйарарон, которого вы видите сейчас здесь, рядом со мной, этой фотографии уже, я думаю, больше 10 лет, впечатлен на эту историю, дважды приехал в Россию, он не знает русский язык, но он приехал на Северный Кавказ и хотел узнать об этой группе ленинградских еврейских и нееврейских детей, русские, евреи, украинцы, самых разных национальностей, как они были спасены. И вот он дважды посетил, пойдемте дальше, Северный Кавказ, это моя книжка, которая вышла в его серии на иврите. Когда-то я был моложе. Идем дальше. Он побывал в Москве, вот его очень впечатлил, кремы, ну, как водится, всех впечатляет. И встретил, секундочку, Александра Джамурзевича Охтова. Александр Охтов – это исследователь именно из самого аула Беслиней, который собрал эту информацию, благодаря как чему книжка вышла и на иврите, и по-русски. Смотрите, друзья, здесь я хочу сказать одно маленькое замечание. Понимаете, ребята, вот мы все большие специалисты по двум компьютерным кнопочкам. Каким? Нет. Ребятки, чуточку реалистичный. Это кнопочки Copy и Paste. Мы все копируем друг друга в безумном количестве версий. Это, в общем, трагедия. Понимаете, ребята, вот мы во всех диссертациях есть разделы научной новизни. И все прекрасно понимают, и те, кто это пишут, и те, кто это копируют, и те, кто это читают, что никакой научной новизны в этом нет и не планировалось. Это, в общем, трагедия. Понимаете, как бы, потому что, по большому счету, друзья, никогда в мире не было больше научных работников, чем сейчас. Но сказать, что эти научные работники, скажем, создают принципиально большее количество нового научного знания, чем в прошлом, мы не можем. Мы, в общем, копируем одно и то же из раза в раз одна и та же демагодия. Концептуальная основа чего угодно. Ну, вперед. Прекрасная диссертация ни о чем. Ребята, я искренне призываю вас, вы молодые люди, посмотрите по сторонам. Собирайте архивы ваших знакомых, ваших родственников, родственников ваших родственников, знакомых знакомых. Беседуйте с людьми старшего возраста. Ребята, это живая история, то, что сейчас по-английски называется oral history, которую вы никогда нисгде не сможете восстановить. Не надо заниматься переписыванием концептуальных основ внешней политики чего бы то ни было. Концептуальных основ правовой системы чего бы то ни было. все эти концептуальные основы выдуманы и высосаны из пальца и там и останутся. Постарайтесь реально изучать то, что никто, кроме вас, не делает. Сохранить для исследователей, для будущих поколений то, что уходит у нас на глазах. Лично я сам в основном занимаюсь сферой социологии и культуры. Я беседую с художниками, пережившими Холокост. В среднем моим персонажем 85-89, сейчас вот в Москве встречаюсь с художником, которому 90 лет. Я писал об одном человеке, который умер в прошлом году, когда ему было 96. Я думаю, что вот эта работа по сохранению памяти, пережитого теми, ребята, мы еще можем поймать последнее поколение людей, которые еще что-то помнят об этой самой страшной войне в истории человечества на личном опыте. Я считаю, что сбор этой информации, ее обработка, ее сохранение, это одно из самых важных вещей, что мы как историки, как политологи, как социологи могли и можем сделать. И это собственно как раз тем, чем занимается Александр Охтов в Черкесии и благодаря чему собственно весь этот проект стал возможен. Идем дальше. В Беслине был установлен памятник матери Черкешенке и вот вы видите в голубой рубашке израильтянин, профессор Яйр Арон вместе с черкесскими старейшими Александр Охтов последний справа. Идем дальше. И вот, друзья, представим ситуацию. 13 августа 1942 года. В этом самом черкесском ауле останавливается обоз несколько телег с изможденными с усталыми детьми. И понимают, узнают, что дети везут из Ленинграда. Теперь, друзья, колхоз в Крачаево-Черкесии. Как колхозникам в Советском Союзе в 1940-е годы зарплату платили? Трудоднями, совершенно верно, им не платили зарплату. Им платили трудоднями. И в основном с ними рассчитывались на туры. У людей нет в принципе денег. Продуктов выдается столько, сколько хватает на... Очень понимая, сколько нужно на семью. Страна воюет, и никаких излишков у нее нет, и все для фронта, и все для победы. А совсем не для карачаевско-черкесского тыла. И вот люди, пережив обстрелы, бомбежки в блокадном Ленинграде, вот эта фотография сделана в одном из ленинградских бобоубежищ. Пойдемте на следующий слайд. Вот посмотрите, не торопитесь, вот посмотрите на эту кошмарную картину. Да, ребята, Ленинград, 41-42 год. 40-градусная зима, в городе нет ни отопления, ни электричества, ни водоснабжения. Единственный способ похоронить своих умерших от голода близких, при том, что на некотором этапе норма выдачи хлеба для неработающих людей была снижена до 125 грамм в день, никакого другого продовольствия не было, а хлеб этот делал одному богу известно из чего, Никита Ломакин, российский выдающийся историк, доктор наук, я вам всем советую его книги, очень подробно описывал жизнь блокадного Ленинграда. Есть книга Ярова, этика в блокадном Ленинграде, это прекрасные книги, больше не добавишь. Идем дальше. Вот это вы, может быть, знаете про книгу «Дневник Тани Савичевой». Да? И вот эта картина художника, который запечатлел, именно картина называется «Осталась одна». Идем дальше. Известная работа художника Хорошака «За что?», отображавшая раненого ребенка. Вот люди, пережившие дети, вот это, 7-го, идем дальше, стоп, 7-го апреля 1942 года, видите, вот посмотрите, здесь дата, 16 января 1942 года, в 12 ДД. Что такое ДД? Догадаетесь, это очень простой вопрос. Детский дом, совершенно верно, в 12-й детский дом, 16 января 1942 года, 7-го апреля, эвакуирован. На следующий слайд. Обратите внимание, родители умерли, никаких материалов, а никого, кто мог поддержать этого ребенка, не осталось. Верните прошлый, пожалуйста. И вот смотрите, это у Володи Жданова, мы сейчас вернемся, слайд вы его увидите, он должен быть эвакуирован на Северный Кавказ, в Краснодарский край. Но когда эшелон, то, что от него осталось после бомбежек, добрался до Краснодарского края, в Краснодарском крае хозяйничали кто? Гитлеровцы, ребята. Никто не планировал в апреле 1942 года, что гитлеровская армия дойдет до Краснодарского края, но, к несчастью, случилось именно это, и детей начали вести дальше, изможденных, усталых, которые четыре с лишним месяца находятся в пути, спят неведомо где и едят неведомо что. Верните, пожалуйста, несколько слайдов назад. Назад, 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 назад. Стоп, стоп. И вот этот Владимир Жданов сейчас. Считанные годы назад с авторами книги Александром Охтовым и Яэромароном, одним из трех человек из этих 32, кто выжил до сегодняшнего дня. Прокрутите все, что мы видели вперед. Стоп, следующий. Вот смотрите, пожалуйста, следующее. Катя Иванова, ее уже нет в живых, 29-го года. Опять же, 29 марта была сдана в 12-й детдом, 7 апреля эвакуирована, тоже должна быть в Краснодарский край. Следующий, пожалуйста. Вот смотрите, отец в рабоче-христианской Красной армии, то бишь в армии, мать умерла. И вот эти дети добираются, идем дальше. Семен Ефимович Подкопаев, данных детский дом 43, тоже 7 апреля 42-го года, данных родителей нет в эвакуационном листе. Дальше. Еще один, Александр Васильевич Тишкин, 29-го года, 7 апреля, детский дом 62, тоже никаких данных о родителях нет. Идем дальше. И вот люди, которые, понимаете, вот так вот, пережив эти ужасы, голода и холода в блокадном Ленинграде, добираются до Северного Кавказа. Идем дальше. Дальше. Вот эти потрясающие картины, вот, вы знаете, вот вы смотрите на это, и это всего лишь изображенное художником в время блокадного Ленинграда «Очередь за хлебом». Дальше. Другая картина. Блокадные 125 грамм. Да, когда вот люди стоят, доходят в эту очередь, стоит продавщица и на этих вот весах как-то отмеривает ломтик хлеба, и причем людям, которые эти хлебные карточки теряют, хлеб не отпускается вообще. Дальше. Идем. Да, стоп, это свидетельство о... Верните прошлое, простите. Простите. Да, это свидетельство о смерти матери одного из детей, который, Виктора Воронина, которая умерла в блокадном Ленинграде, а сам он также был эвакуирован. Идем дальше. Вперед. Да, вот посмотрите, ребята, это карта, как эвакуация шла. Людей привозили до станции из Ленинграда, с финансского вокзала, до станции Борисова-Грива. Мне это рассказывала и моя мама, хотя она мало что помнит, ей было, как я говорил, не было и двух лет, но по рассказам бабушки, с которой они эвакуировали, она говорила, на финансском вокзале выдали хлеб, выдали хлеб на три дня, предполагалось, сколько там пробыли в Борисовой-Гриве неизвестно, там не кормили вообще. Дальше на автомобилях, на одну из трех станций, на другом берегу Ладожского озера, Лаврова или Кабона, или станция Коса, и оттуда уже эшелоны забирали эвакуированных во внутренние районы Советского Союза, причем очень редко, когда люди, которых сажали в эти поезда, знали, куда они едут и когда они приедут. Идем дальше. Вот это более качественная историческая карта, да, вот он блокадный Ленинград, вот вы видите от Ленинграда до Ладожского озера, маршруты эвакуации и дальше, соответственно, вот, как я уже сказал, станция Кабона и станция Лаврова во внутренние районы Советского Союза. Дальше. Вот так, ребята, кто из вас вообще был в Ленинграде, в Петербурге? О, не все даже. Ребятки, я вам скажу честно, я был в 30 европейских странах. Петербург, это может быть самый красивый город Европы, который я когда-либо видел. Это что-то потрясающее. Те, кто был в Петербурге, ну скажите, что я не прав. Не прав? Не прав? Что такое? Чем мне понравился Петербург? Ну, центр везде, центр, понимаете. Вы меня простите, в Венеции тоже местры выглядит очень грустно. Но, но центр Петербурга, да, то, что Петербург это только центр, а то, что нет центра, это уже не Петербург. Это уже Ленинград. Да, как бы, но, понимаете, мы часто как бы думаем об этом, понимаете, воспринимаем там Петербург Пушкина. А то, вы знаете, что Пушкин, бедняга, ни разу не был, не только не читал Достоевского, бездарь такой, но и ни разу не был в Мариинском театре, его еще не построили. Тут надо понимать, когда и где был Петербург. Поэтому Гергиева не слушал, вы представляете, до чего дожил Пушкин. Как бы там ни было, друзья, вот этот красивейший, замечательнейший город, вот это как раз центр Петербурга, был превращен вот в такие руины. Вот до этого его до города вели на немецкие бомбардировки. Идем дальше. И этот конкретный эшелон, о котором мы говорим, добрался до Северного Кавказа. Теперь, ребята, была попытка у советской армии удержать Северный Кавказ. Попытка эта оказалась неудачной. И уже 15 августа 42-го года немцы занимают практически весь Северный Кавказ. Идем дальше. Ну, мы не будем входить в карты боевых операций советской армии. Идем дальше. Теперь, друзья, если взять, надо понять, что Карачаево-Черкесия, которая была сегодня, вот города там назывались иначе. У нас сейчас город Черпесск называется это бывший Баталпашинск. Города Микоян-Шахар у нас, понятно, сейчас тоже нет. Но важно здесь место это Тиберда. Обратите внимание, где это находится. Я об этом еще поговорю. Идем дальше. И вот в Беслинея остановилась эта подвода. И там именно этих ленинградских детей разобрали по семьям, и там они спаслись. Я сейчас расскажу об этом чуть подробнее. Но, друзья, давайте постараемся задать себе вопрос. Эти дети в пути из детдомов, как вы видели, с погибшими родителями и с родителями на фронтах, больше четырех месяцев. Нигде, ни в каком другом месте их пути их не разобрали по семьям. Их везли, и везли, и везли, и везли, и непонятно было, сколько из них выживет и куда их заберут. И, наверное, вот возвращаясь к тому, о чем я говорил в самом начале, именно там очень простые люди. Там ни одного человека не было, не то, что с высшим, я думаю, с законченным средним образованием никого не было. Проявили вот такой вот исключительный пример нравственного героизма, который сказали, эти дети почти все ведь погибнут. На них уже лица нет. Мы постараемся их спасти, при том, что мужчины-то тоже были в действующей армии и в основном там оставались только женщины и дети. Пойдемте дальше. Ну, вот это фотографии разных военных лет. Идем дальше. И детей в том ужасном состоянии, в котором они находились. Идем дальше. И вот такая вот подвода, которая оказывается вдруг на ваших глазах. Идем дальше. И простые женщины, вот одна из них Рима Патова. И так вот 32 женщины разбирают этих детей по домам. В чем сложная ситуация? Друзья, эти черкесы очень плохо владели русским языком. Эти дети совершенно, разумеется, не могли знать ни слова по-черкесски. Когда я беру, мы составили Александр Джамурзович Охтов, я и Рарон, и я, мы составляли поименный список этих детей. Да, тут есть разные русские фамилии, Владимир Павлович Жданов, Екатерина Иванова, Алексей Сюзкин, Владимир Лисицын. Тут есть украинские фамилии, как Владимир Трипашко. Тут есть еврейские фамилии, как, например, Марк Кролик или Вадим Шехтман. Тут нет никого, кто мусульманин с Северного Кавказа. И вот эти дети, которые выросли в славянских семьях, в еврейских семьях, в православных семьях, в иудейских семьях, в атеатических семьях, оказываются вдруг на Северном Кавказе, в Черкесском ауле, совершенно в другой среде, и именно там их спасают, и именно там им даруют вторую жизнь. Идем дальше. Вот это несколько из этих детей уже в более взрослом виде с их, не зря называется книжка «Ленинградские черкесцы Беслинея», с их приемными родителями. Идем дальше. Вот это человек, который всю жизнь прожил с именем Муса Якубовича Огоржаноков. Только благодаря исследованию Охтова удалось установить, он знал, что звали он на самом деле Марк, но ничего другого о своей семье не знал. Для архивным изысканиям человеку удалось вернуть судьбу. Удалось установить, что звали его Марк Исакович Кролик, был он из Ленинграда, удалось даже найти наградной лист на его дядю, который воевал в армии, родители его умерли. И вот он был долгие годы в Беслинеи, учителем математики и физики в школе. Это женщина, которая записала его своим приемным сыном. Посмотрите, какая огромная разница возраста между ними. Понятно же, что никаким ее сыном он быть не мог, но именно она его спасла. Это Тиберда, и там все сложилось очень по-другому. Я об этой трагедии сейчас скажу несколько слов. Идем дальше. Вот это списки людей, евреев. В данном случае вы видите список детей. Посмотрите возраст. 3, 7, 5, 11, 17, 14, 11. Вы видите список из 54 детей, еврейских детей, которые были нацистами убиты в Тиберде. Причем на них экономили даже пули. Их грузили штабелями в УАЗик, потом привезли к горам и скинули с гор. И так они погибли в декабре 1942 года. Обратите внимание, 54 ребенка. Идем дальше. Идем дальше. Стоп, чуть назад. Да, и взрослых. Список взрослых, как бы он длинный, я его здесь привел не до конца. И даже здесь вы видите больше 130 человек с годами рождения 894-й, 917-й, 891-й. Да, самых разных возрастов. Санитарков, кто работал, воспитательница, медсестра, врач. Да, с еврейскими именами и фамилиями, как вы видите. Абрам Борисович, Раиса, не могу прочесть, но как бы там ни было, Бронислава Марковна. Вы все это видите. Да, идем дальше. Теперь, друзья, вот из всех погибших в Тиберде я возвращаюсь вновь к вам, как к молодым людям. Почему нам важно сохранять историю, сохранять архивы и сохранять коллективную память. Ребята, вот в израильском мемориальном центре Яду Ашем есть вот такой вот свидетельский лист. Они пытаются его сделать на каждого из 6 миллионов погибших. Да, и вот здесь указано, вот видите, Исаак, Герман, имена родителей, рожденные в 1900. 1938, по-моему, здесь году указано, да, наверху. Видите, задушен в Дашегубке 22 декабря 42 года город Тиберда, Северный Кавказ, СССР. Это свидетельское показание заполнено в Ядвашеме, в Ярусалиме в 80-м году. Ребята, на всех погибших в Тиберде я сидел в архиве Ядвашема и изучал эти папки. Есть свидетельские такие показания на пятерых из 54 детей. Меньше, чем на 10%. Друзья, мы понимаем, вот если меня убьют, кто может написать на меня свидетельские показания? Моя мама, мой сын. Но если убьют и мою маму, и моего сына, написать на меня такой документ будет практически некому. и окажется, что эта память о людях, которые погибли, память уничтожена тоже. И одна из важнейших задач, которая перед всеми нами стоит, это задача именно сохранения памяти. И задача эта, которая очень тяжело и с очень большим трудом решается. Пойдем дальше. Впервые, причем о тибердинской трагедии, я очень горд, что мы нашли в архиве эту газету, известие еще за, что там, пятая, посмотрите сам, где прочтите, там наверху в прямоугольнике, какая дата ее? 43-е, я понимаю, 5-е чего, августа что ли? Да, 5-е августа 43-х года. Кто из вас немножко изучал историю Великой Отечественной войны знает, что каждый раз, когда освобождали тот или иной регион, создавалась чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Была она и по Ставропольскому краю. Идемте в следующую страницу, вот вы ее увидите из известий. Дальше. И вот она вся продолжается. Во главе этой комиссии по Ставропольскому краю стоял известный советский писатель. Может кто читал? Алексей Николаевич Толстой. И о тибердинской трагедии здесь уже написано. Это не нечто, что, знаете, мы установили в 2018-м или в 2015-м году. Об этом было известно еще в августе 43-го года. А поименные данные, при том, что у нас есть в списке, о детях, кто были их родители, откуда они. Ведь они все были эвакуированы, никто из них не был урожанцем тиберды. У нас есть только на 5 из 54 детей. Идем дальше. Друзья, это один из самых удивительных памятников, которые когда-либо довелось видеть. Обратите внимание, что тут... Ну, прочитайте мне его вслух. Что вы видите удивительным в этом памятнике? Не слышу. Нет. Ну, посмотрите внимательно, друзья. Очень простой вопрос. Что? Где и когда вы видели памятник, на котором памятные надписи в слова разделены дефисом? Невинную. Ведь никогда, всегда делайте серьезно, высчитываются расстояния. Никогда же такого не бывает и не может быть. Сколько я видел мемориалов жертвам Второй мировой Великой Отечественной войны? Ничего подобного никогда видеть не давал. Еще понятно, что это памятник поставлено не государством, а какими-то подвижниками. Стоит он, будьте добры, следующий слайд. Стоит он вот так вот на обочине, вот так вот за границей территории давно заросшего старого кладбища. И, ребята, это удивительная вещь. Ведь этот памятник явно не сравнительно недавний. Нам так и не удалось установить, кто и когда его поставил. Он не инициатива государства. А чья? Откуда он взялся? Как он появился? Кто создал его, чтобы увековечить его? Может быть, те из вас, кто интересовались историей Второй мировой и Холокоста, первая книга в СССР, которая была опубликована на эти темы, это был роман Анатолия Наумча Рыбакова. Кто-нибудь читал книжки Рыбакова? «Кортик», «Бронзовая птица». Никто не читал? 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 Ну, кто-нибудь, ну, вы вдвоем читали? Одна из самых известных, собственно, и важных для Рыбакова книг, это была книга «Тяжелый песок». И вот эта фраза «Все проститься, пролившим невинную кровь не проститься никогда» это эпиграф к тяжелому песку. И вот она воспроизведена на этом мемориале, который находится на обочине, входит ни в один путеводитель и про который мы не знаем, что, собственно, с ним случилось. Идем дальше. Вот авторы книги возле этого памятника. Дальше. Дальше. А вот бесленные люди спаслись. И вот руководивший тогда Саид Шаргенов, который был председателем колхоза, секундочку, да, вот со своей женой и со своим ребенком. Идем дальше. Хусин Лахов, еще один очень важный простой черкес в то время. Дальше. Что они сделали? Они вот в эти колхозные книги к членам колхоза вписали вдруг ленинградцев как детей. Возьмите следующий слайд. Обратите внимание, год рождения отца 860-й, год рождения матери 866-й, а они назвали его Колей, потом переименовали в Мусу Якубовича. Да, мы сейчас знаем, что звали его Марк. 1935-го года рождения они записали своим сыном. Год рождения папе было бы 75, маме было бы 69. Успехи черкесской медицины не знают преград. Понятно, что этого быть не могло. Но вот так вот они вписали ленинградских детей каждого по своей семье. И когда нацисты проверяли документы колхоза, формально придраться было не к чему. Идем дальше. И вот так вот каждый из этих детей обрел таким образом как бы новую семью. Дальше. Собственно, с этого все и началось. Следование как таковое. Обратите внимание на единственного мужчину в верхнем ряду. Это тот самый Муса Горжаноков, которого вы видите, который был заместителем директора школы, учителем физики и математики. Александр Рохтов был одним из его учеников. И он рассказывает, что он говорил с нами по-черкесски, по-русски. Он был как будто один из нас, но что-то выдавало в нем другого. И я, будучи учеником, спрашивал его, Муса Якубович, а расскажите нам о своей семье, откуда вы? А он отвечал, не пришло еще время говорить об этом. И только уже в постсоветские годы почему-то он и еще тогда их было четверо оставшихся уже в Беслине и рассказали, что вообще-то они не местные, что они не черкесы. Что да, они женились на черкесских девушках, там трое мужчин, и вышел замуж за черкесского мужчину, одна женщина, которая всю жизнь проложила под именем Фатимой, будучи Катей Ивановой. Муса Якубович покажет про Муса Якубовича, но вообще-то он рожденный, как выяснилось, Марк Исакович. Идем дальше. Вот он, уже ближе к концу своей жизни. К сожалению, его не стало несколько лет назад. Дальше. Про Веру Ивановой, которая стала Фатимой Гуковой, я уже сказал. Дальше. Еще один, Володя Лисицын, который стал Володей Охтовым со своей женой Черкешенкой. Дальше. Дальше. И вот эта статья про одного из тех, кто рожденный на берегах Невы, кто прожил в Беслинеи всю жизнь и кто жив до сих пор. Дальше. Ну, это просто пейзажи этого места, снятые Яером Ароном. Дальше. И вот это старшины аула Беслинеи во дворе мечети. Собственно, это поколение людей, которые, старики аула, которые, в общем, тогда еще были преимущественно детьми или молодыми людьми и помнили о том, что происходило, и благодаря беседам с ними эту информацию удалось сохранить. Дальше. Ну, это старые просто архивные фотографии. Я тут, к сожалению, кроме этой девушки ни про кого ничего сказать не могу. Дальше. Вот это одна из ужасных фотографий расстрелов, которые совершали нацисты. Да, так вот они расстреливали людей только за то, что они были, еще раз говорю, евреями, цыганами, гомосексуалами, коммунистами, принижали к другим группам преследуемых меньшинств. Дальше. Профессор Яйр Арон и статья его о праведниках, о жителях аула Беслиней с требованием дать и им звание праведников народов мира, чтобы и они получили эту награду. Дальше. Вот это, посмотрите, друзья, по состоянию на январь 16-го года жители скольких стран получили медали праведников народов мира за спасение. Да, здесь неожиданно мало россиян, эту информацию, к сожалению, в России, понимаете, друзья, мы здесь стали жертвой ужасной вещи. В России на протяжении многих десятилетий холокост замалчивался как таковой. Ведь два известных советских писателя, может быть, вы знаете их имена, Василий Гроссман и Илья Оренбург, никто их не читал каких-нибудь книг? Что читали? «Жизнь и судьба» Гроссмана никто не читал? Ребят, я думаю, что это самая важная книга о Великой Отечественной войне, просто книга номер один. Я всем ее дико советую, просто вот дико. А Оренбурга, вот смотрите, трехтомные мемуары «Люди, годы, жизнь», я думаю, что это самые важные мемуары, написанные советским интеллектуалом за все годы советской власти. Их надо взять в издание 91-го года, а не оккупированное в девятитомнике, который вышел в 60-е и 70-е годы, а взять издание, которое подготовил Борис Фризинский в 91-м году. Я думаю, что это просто, кроме того, что это прекрасная литература Оренбурга, вы узнаете просто, ну, вся панорама, послушайте, Оренбург был человеком с уникальной судьбой. И вся панорама жизни 20-го века, человек, который прожил 15 лет во Франции, который знал от Сутина до Пикассо и весьма хорошо и весьма близко. Вернулся в Советский Союз. Оренбург был уникальным человеком, как бы, да, не говоря уже о том, о чем, к сожалению, не пишет в жизни, что всю жизнь у него была любимая женщина-шведка Лизлотта Мэр, с которой он летал по всему миру, и, в общем, живя вот эти две жизни, и был главным публицистом Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Так вот, они подготовили к изданию черную книгу в 46-м году, которая была вышла огромное количество россиян, которые помогали и спасали евреев, их имена не стали известными именно потому, что Советский Союз никак не участвовал в этой работе по увековечению памяти жертв Холокоста и по увековечению памяти тех, кто спасал людей в годы Холокоста. Так и оказалось, что Франция у нас имеет почти 4 тысячи таких людей награжденных, Польша имеет почти 7 тысяч, а вся Россия имеет 200 человек, что, конечно, очень несправедливо. Еще раз говорю, те из вас, кто могли бы принять участие в подобного рода работе, я считаю, что это будет самым замечательным делом, которое многие из вас могут сделать за всю свою жизнь, отдать памяти долго тем, кто в такие самые ужасные времена проявили себя наиболее человечным образом. Идем дальше. Вот так выглядит эта медаль праведника народа мира, вот эти 30 тысяч человек, вот такой орден они его и получили. Дальше. А это памятник, мать-заступница, который будет установлен в Санкт-Петербурге, это выиграбыл конкурс, это утвержденный проект, мать, которая спасала детей, вот все они нашли приют под ее юбкой. Дальше. Дальше. Мне сейчас не надо. Дальше. 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 И вот, стоп, чуть назад. И вот, понимаете, вот эти фотографии Петербурга, вот эти дети, которые родились вот здесь. Теперь, ребята, подумайте об этом, еще одно интересное. В 850-е, 840-е, 860-е годы, до 864-го года одна из самых тяжелых за всю историю России войн была война по покорению Кавказа. И покоряли его отнюдь не методом убеждения и добровольного присоединения. Покоряли огнем и мечом с огромным количеством жертв. И когда эти районы, населенные горцами, были российской армией завоеваны, горцы фактически оттуда депортировали. Часть из них депортировали в равнинные районы, а часть депортировали из России вообще, предложив им выбор, либо они переселяются из своих мест на равнину, либо они должны уехать из страны. Многие из них хотели продолжать жить по мусульманским законам, обрядам и эвакуировались в Османскую империю. Ужас состоял в том, что в ходе Российско-Турецкой войны 1877-1878 года многие из тех из них, кто добрались до нынешней Болгарии, были депортированы вновь. И вот эти фотографии, которые вы сейчас только что здесь прокачили, это именно о тех чизовых трагедиях, которые были с мусульманами Северного Кавказа во время их завоевания России в 1840-е, в 1860-е годы. Понимаете, когда сегодня на Северном Кавказе стоят, например, в Армавире, город основан считается генералом ЗАГСом. Генерал ЗАГС был, в общем, убийцей на службе российской армии, который лично рубил головы и сажал их, как это называется, что отпугивать птиц. Пугало, да, делая пугало из голов живых людей, которые были им уничтожены, только потому, что это были горцы, которые отстаивали свободу и независимость мусульмане, отстаивали свободу и независимость своей родины. И это, в общем, ужасно, ведь именно из Ленинграда посылали, из Петербурга посылали всю эту армию. И именно оттуда, вот понимаете, друзья, как замыкается круг. Из того города, откуда посылались завоеватели покорять Кавказ, оттуда же, 80 лет спустя, на Северный Кавказ прибыл эшелон с бесправными, больными, голодными детьми. И именно там, на Северном Кавказе, они смогли найти приемные семьи, выжить и спастись. И вот на тот, в общем, этноцид, который устроил царский режим горцам Северного Кавказа, разумеется, не все. Не будем недооценивать масштабы коллаборационизма с нацистами среди горских народов Северного Кавказа тоже. Но были и те, кто ответили на это самым большим добром, которым только можно было ответить на зло. Идем дальше. И вот этот район, да, вот так вот выглядит этот аул Беслине в предгоре Северного Кавказа, где эти дети были спасены. Идем дальше. И сейчас, когда мы говорим, да, вот это было уже 75 лет снятия блокады Ленинграда, мне нравится этот калаш, тут и письмо Тани Савичевой осталось, одна Таня, тут и хлебные карточки, тут и справедливый, хотя очень заезженный лозунг про никто не забыто, ничто не забыто. Именно это, мне кажется, и объединяет нас в ту, наверное, вас в ту единую страну, в ту единую Россию, которая, в общем, да и я, в общем, тоже по факту своего рождения и любви к этой стране принадлежу. Идем дальше. Письма, которые получены были людьми, которые получили уже новые свои имена, но получены были, вы понимаете, в честь снятия блокады Ленинграда, получены были в ауле Беслиней, подписанной президентом, тогдашним президентом России, Медведевым, да, подписанной людям уже черкесскими именами, Рамазаном Магометовичем, людям, которые родились, выросли в Ленинграде, но которые спаслись и остались на Северном Кавказе. Теперь, друзья, из 32 детей часть вернулась в Ленинград, часть уехали в другие районы Советского Союза. Когда, вот опять же, сколько трудно вести исследовательскую работу. Когда эта исследовательская работа началась меньше 10 лет назад, из 32 детей в Беслинеак осталось уже глубоко пожилыми людьми всего четверо. Сейчас живо всего трое. Работа началась тогда, когда 7 восьмых уже были недоступны, либо они погибли, либо умерли, либо эмигрировали в другие внутренние регионы, и что с ними стало, мы не знаем. Еще раз, как важно успеть сделать это, потому что, если бы не было этих трех-четверых людей, вся эта информация стала бы фактически недоступна. А так она сохранится, я надеюсь, и на будущие поколения. Идем дальше. Вот этот самый Рамазан Махадаметович Адзинов, который получил удостоверение жителю блокадного Ленинграда и получил его в 1999 году. Спустя, подумайте, спустя 54 года после окончания войны, с 55 лет после снятия блокады Ленинграда, 75-летие, которое мы отмечали 27 января этого года, человек получил то удостоверение, которому он был по справедливости достоин. Идем дальше. Вот он сам. Идем дальше. А это удостоверение, которое получила его мама Надежда Воронина, сыном которой этот так называемый Рамазан Махадаметович был за оборону Ленинграда в 42-м году. Идем дальше. Потом уже очень пожилой женщиной она переехала в Карачаево-Черкесию к своему сыну. И вот так и шло, что в Карачаево-Черкесию шли письма Надежде Андреевне Ворониной, потому что она переехала к сыну, который, когда ей стало уже пожилой ее нашел сын, и она говорила мне тяжело вернись ко мне в город на Неве. Он сказал ей мама лучше ты уже приезжай к нам и живи с нами здесь в Карачаево-Черкесии. И так даже люди, которые в ходе войны там не были, в итоге там она и умерла. Идем дальше. Этот памятник, о котором я уже сказал, это все? Нет? Это школьники современного Ленинграда, которые приехали в аул Беслиней, как бы символизируя связь поколений. Дальше. Они же. Дальше. С современными тамошними жителями. Все, на это последний слайд. И вот это современное, вот они себя у этого единого памятника. Пойдем дальше. Идем дальше. Это статьи, которые вышли об этом в российских журналах. Это статья из книги эвакуации и спасения Ленинградские блокадные дети в Черкесском Молю Беслиней, которые были опубликованы в журнале Московского Педагогического Государственного Университета. Дальше. Дальше. Памятный знак о гибели трех тысяч евреев в городе Черкесске, как они были расстреляны фашистами в 1942 году. Это единственное, что есть в Черкесске, к сожалению, в память об этой трагедии. Дальше. Здесь вот этот знак на Северном Кавказе в 1942 году части Советской Армии остановили фашистские полчища. Дальше. Дальше. А вот это Тиберда, там, где дети погибли, о чем я уже говорил. Дальше. Этот памятник, о котором я вам рассказывал. Дальше. Шамбон-Сюр-Леон, это во Франции, там, где единственная деревня во Франции, о чем я рассказывал в самом начале. Где именно коллективное спасение всеми жителями деревни евреев стало уникальным примером не отдельного какого-то подвига, а подвига, совершенного всеми жителями того или иного населенного пункта. Дальше. В израильском мемориальном центре Яд-Вашем вот такой вот установлен мемориал на еврите и на французском в честь жителей Шамбон-Сюр-Леона. Дальше. Депортация евреев в Франции ровно так это и происходило. Дальше. 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 И вот, друзья, наверное, этой самой ужасной картинкой я и закончил бы. Понимаете, друзья, вот этот руандийский геноцид показывает, что все, о чем я говорил и говорил, к великому сожалению, не ушло в прошлое. Это то, что мы называем, я назвал в одной из своих статей прошлое, которое не уходит. И задача, которая стоит перед нами, она не только спасти и сохранить это знание для настоящих и нашего и будущих поколений, но и она и сформировать некоторый нравственный императив и некоторый этический код, который бы сделал преследование людей, убийство людей по принципу их национальной этнической принадлежности, геннародной идентичности и сексуальной ориентации, социального происхождения, как и в разе Ленинграда, депортировали всех бывших после убийства Кирова, сделало все это невозможным. И я думаю, спасибо большое, вы можете выключить презентацию, и я думаю, что наша задача как исследователей, как педагогов, как взрослых людей, как родителей, просто как граждан, как людей, состоит в том, чтобы стараться такую вот этику как-то выработать и как-то сформировать. Я думаю, что чем больше ужасно хотелось бы сказать, что вот век геноцидов отошел в прошлое, мы должны изучать его уроки, чтобы не дать им повториться. Это было бы красиво, но это неправда. Оно повторяется и повторяется, повторяется, повторяется. Смотрите, когда что-то повторяется десять раз, очень трудно предположить, что оно вдруг перестанет повторяться одиннадцатый. Оно будет повторяться. И наша по этому задача спасти тех, кого мы можем спасти, помочь тем, кому мы можем помочь. И не быть соучастниками этого, ни активными, ни пассивными. И научите наших студентов, и наших детей вот именно соучастниками подобного ужаса не быть. Потому что случай Шамборд-Сюр-Люнион во Франции, Нью-Ланде в Голландии, аулы Беслинея в Советском Союзе, мусульманского аула на Северном Кавказе показывает, что люди любой национальности, любого вероисповедания могут проявить взаимопомощь, взаимовыручку и человечность. Это, наверное, самое главное ценности, которые может привить человек любой университет. В том числе и ваш такой замечательный Казанский университет, где я бывал пятый раз, где я сейчас закончил выступать. И большое вам спасибо, что вы провели это время со мной. Спасибо большое. Какие-то вопросы, мысли, комментарии, замечания. Я, пожалуйста, буду рад на них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...